здорово кабаны и мудмазели с вами макс пояснит в сегодняшнем ролике мы с вами проведем один эксперимент а именно сравним футболку дешевого класса с футболкой среднего класса и естественно с футболкой премиум класса суть данного эксперимента достаточно проста это выяснить стоит ли нам вообще переплачивать за кусок ткани или все-таки разница в них только в том что написано на этой футболке то есть зависит от бренда поэтому ребятки сегодня мы выясним реально если какая-то разница в них помимо бренда оценивать эти футболки мы будем по четырем критериям это дизайн доступность цена и естественно качество поэтому ребятки усаживайтесь поудобнее и готовьтесь к просмотру ребятки есть такой сайт называется аппикс его суть заключается в том что ты сам решаешь с каким коэффициентом ты заберешь свои филки обратно здесь главное не переборщить и вовремя забрать их вручную также на сайте совсем недавно появилось колесо покрутив которое ты также можешь выиграть немного деньжат и да кстати чем реже ты будешь выводить свой кэш тем больше аппикс начислит на него дополнительных процентов а также выполнив всего три простейших задания таких как подписаться на группу аппикс разрешить уведомления от их сообщества и подписаться на их телеграм-канал и также можешь получить неплохую котлету на баланс но перейдя по моей ссылке в описании ты получишь одну бесплатную игру и возможность выиграть до 5000 рублей на свой счет ну а теперь давайте-ка познакомимся с нашими подопытными итак первый экземпляр это футболочка из магазина твое стоимостью всего лишь 5 долларов следующий экземпляр это футболка чемпион стоимостью 50 долларов ну и третий экземпляр это футболочка of white стоимостью 250 в баксов что ж давайте-ка сравним все наши экземпляры и все-таки выясним если в них реально разница и стоит ли нам переплачивать за люкс или проще пойти в твое и взять там обычную такую же футболку погнали ну что ж друзья начнем и пожалуй с футболки за 5 долларов из магазина твое а что мы можем сказать сразу же по данной футболке это конечно же ее привлекательная стоимость пять долларов ребятки наверное сможет потратить каждый на футболку потому что это реально копейки поэтому первый плюс в копилку дешевой футболки это естественно за ее стоимость а следующий конечно же немаловажный аспект это качество данной футболки вы не поверите но за 5 долларов мы получаем футболку из стопроцентного плотного хлопка который даже тактильно ощущается очень приятно когда ее первый раз надел я честно даже не поверил что в магазине твое за 5 долларов можно купить настолько комфортную и уютную удобную футболочку но реально пацаны я честно не могу вообще придраться ни к чему единственный минус который я встретил в данной футболке что касается пункта под названием дизайн это вот такой слегка широковатый вырез то есть если вы делаете вот такой вот круглый вырез то делайте его ну как бы покороче поменьше а тут он как будто небольшое такое знаете декольте а вот что не очень красиво смотрится поэтому ребят единственный минус пока что который я могу положить в копилку данной футболки это не очень таки красивый вырез следующий минус данной футболки это естественно то что она из масс-маркета а все что делается из масс-маркета то есть в масс-маркетах естественно делается без души а делается исключительно для того чтобы заработать на вас нас быстрых денег поэтому ребятки покупая вещи в масс-маркетах имейте в виду что все вещи там делаются исключительно без души и для того чтобы заработать быстрых денег а вот Никакой человек над ними особо не парился, не сидел, их просто взяли по берегу, накидали, напечатали, пошили и, в принципе, все Что касается практичности, ребятки, футболка реально удобна и, естественно, я чувствую в ней себя очень даже комфортно Она оверсайз, в принципе, по нынешним меркам модным, смотрится очень даже неплохо Поэтому, ребятки, данной дешевой футболке я ставлю оценку 4 из 5 Из минусов это, естественно, то, что она из бездушного масс-маркета и напечатана исключительно с изображением Макмиллера для того, чтобы заработать на нас всех денег И, естественно, за этот нелепый вырез А так, в принципе, футболка очень даже отличная и всего лишь стоит 5 долларов Едем дальше Ну что ж, а следующая футболочка у нас от бренда Champion за 50 долларов 50 баксов, в принципе, немаленькие деньги, которые мы можем отдать за футболку И я уверен, что не каждый себе может это позволить Поэтому, как бы то ни было, футболочка должна быть хотя бы из неплохого и качественного хлопка Но, ребятки, здесь все совсем наоборот Когда я покупал данную футболку, я только посмотрел на ее дизайн Который, в принципе, интересный и смотрится достаточно неплохо За это мы, конечно же, можем дать этой футболке плюс Но качество хлопка в данной футболке, ребятки, оставляет желать далеко лучшего Потому что он настолько здесь нищебродский, что даже по сравнению с футболкой от магазина Твое Я не знаю, ну как бы он в два раза тоньше, чем в футболке из магазина Твое Ну, серьезно, ребятки, я постирал ее всего лишь два раза И она превратилась как будто бы в труху Ну, реально, она висит на мне как будто бы пожеванная кишка Ребятки, ну серьезно, бренд Чемпион 50 долларов и настолько, настолько хреновый хлопок Что у меня просто-напросто нет слов Ребятки, это настолько большой минус, что как бы он перекрывает все ее плюсы Да, красивый дизайн, да, бренд Чемпион, уважаемый бренд с очень большой, даже столетней историей Но делать вот такой вот шлак, если честно, не понимаю Поэтому, ребятки, в этом случае у нас футболка за 5 долларов намного качественнее, нежели футболка за 50 долларов Вот, по дизайну, в принципе, они обе интересные Но этой футболке я могу поставить всего лишь-то оценку, ну максимум 2,5 Потому что, я не знаю, бренд Чемпион, по-моему, не должен делать настолько херовые футболки Да, красивая, да, интересная Но, реально, два раза постирал и она превратилась в кишку пожеванную Извините меня, но это 2,5 максимум Ну и напоследок, кабаны у нас осталась футболочка от бренда Off-White за 250, мать его, долларов Вы только представьте себе, можно поддержанное Жигули купить за такие деньги А у нас здесь просто кусочек ткани за 250 долларов По плотности хлопка это тот же магазин твое Но, реально, вот ничем не отличается хлопок футболки за 5 долларов и хлопок футболки за 250 долларов По дизайну, что я могу сказать Я лично не люблю настолько вычурные вещи с такими вот большими принтами Мне больше нравится какая-нибудь небольшая надпись на груди Либо вовсе ее полное отсутствие Поэтому, ребятки, за дизайн, естественно, тут на любителя Но, лично, я ставлю минус Потому что, ну, что это такое? Что это такое? Я понимаю, что Virgil Ablo, наверное, сидел такой Думал, что же ему нарисовать на своих футболках Но, тем не менее, я лично, я лично такого не приветствую А хлопок хороший, да, спору нет Сто процентный, плотный, приятный хлопок Но, ребятки, но не за 250 долларов, камон! А вот, в принципе, по доступности это, естественно, тоже минус Потому что, ну, кто может себе позволить футболку за 250 долларов? Я лично решил позволить себе ее всего лишь-то один раз И, если честно, то я пожалел Ничего такого прям необычного я в этой футболке не нашел Я ее относил один сезон Она потеряла весь свой внешний вид И стала обычной выцвившей футболкой В которой я хожу по дому Поэтому, ребятки, этой футболочке я могу поставить всего лишь-то оценку 3 Потому что, как бы, над ней в любом случае, наверное, сидел какой-то дизайнер Во-вторых, здесь хороший хлопок Но, в-третьих, как бы, ну, дизайн у нее достаточно-таки интересный и необычный Хоть и не для меня, но все-таки он ничего себе такой Из минусов это, конечно же, ее цена Она просто огромнейшая И, естественно, то, что за такие деньги в ней ничего необычного нет Она пошита ровно так же, как футболочка за 5 долларов из магазина «Твое» То есть, какой вывод, ребятки, мы можем сделать? Что футболка за 5 долларов? Что футболка за 50 долларов? Что футболка за 250 долларов? В принципе, сделаны из одного и того же дерьма Смысла переплачивать я, на самом деле, вообще не вижу Поэтому, когда вы покупаете футболку за бешеные деньги, то даже не расстраивайтесь, когда не увидите в ней ничего необычного Потому что порой футболка за 50 долларов может быть даже намного хуже, нежели футболка за 5 долларов Как это и было в нашем с вами случае Поэтому разницы особо никакой нет Поэтому покупайте себе всегда шмотки по средствам Если у вас есть 250 долларов на футболку офвайт, то покупайте Но имейте в виду, что вы будете платить исключительно за бренд, не за качество Поэтому, ребятки, делайте выводы сами Одевайтесь всегда по средствам И, в принципе, на этом все Подписывайтесь на наш проект MPSale Где мы скидываем вам все лучшие скидочки со всех популярных онлайн-магазинов И, в принципе, упрощаем вам жизнь Все, что вам нужно сделать, это всего лишь подписаться, ждать скидочку И покупать себе кроссы, шмотки, экономляв время и деньги Ну что ж, с вами был Макс Пояснит Если вам данная рубрика понравилась на моем канале То, естественно, напишите об этом в комментариях И предложите, что мне сравнить в следующем выпуске В общем, и все Пишите все, что думаете по данному вопросу Своё мнение, комментарии В общем, все, что угодно Мне будет приятно Я всегда читаю все ваши комментарии На этом все С вами был Макс Пояснит До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok